Добрый день! Сегодня анбоксинг и два красавца, вот таких вот, красненький-голубенький. Вспомним сначала, с чего все начиналось. Был когда-то кубик Рубика 3х3. Из него Тони Фишер придумал Фишер Куб. Также, кто-то умный, не помню кто, придумал Куб Мельница, Виндрилл Куб. И было хорошо. Потом придумали зеркальный Фишер Миррор и Миррор Виндмилл, зеркальную мельницу. Как бы тоже хорошо. Но, помимо этого, был еще Твисти Куб. Как бы замечательно. Вот все это вместе слепить, и у нас получатся вот эти вот друзья. Давайте посмотрим повнимательнее. Это две версии главоломки. Называется почему-то DNA Coupe Gold Platinum Version. Называются они одинаково, а выглядят по-разному. Давайте начнем с голубенького. Поскольку это Фишер. Внутри есть некоторая инструкция. Наверное, интересная, но доставать не будем. Натана Вильсона здесь нет. Значит, я его в этот раз не пропущу. Вот такой вот красивый зеркальный Фишер. А, нет. Называть его, наверное, надо будет Твисти Миррор Фишер Куб. Как-то вот так. Ну, чтобы... То есть, Твисти он закрученный, Миррор он зеркальный. То есть, одноцветный Фишер, потому что он Фишер, ну и он куб. Аналогичная упаковка у второго кубика. Ничего нового. Коробочки абсолютно одинаковые. Ну, здесь уже это мельница. Смотрим. Вот она. Мельница. Мельница. Это будет Твисти Миррор Виндмилл Куб. Ну, почему-то компания Мой и Кубин Класс Ром решили назвать их ДНА. Не знаю, почему. Искать информацию на эту тему не хочу. Давайте перемешаем, попробуем собрать. Выглядит очень красиво. То есть, это размер стандартной трешки. Да, ну, примерно. Что так, что так. И как бы скрученное. Внутри видим белый пластик. Это не праймери, это просто белый пластик. Ну, что-то вращение неплохое. Особенностью Фишер Куба является псевдопаритет. Посмотрим, есть ли он здесь. Сейчас сначала оба перемешаем и оба соберем. Вот он, белый пластик. Кстати, вращается для подобной головоломки неплохо. Конечно, острые края появляются. Вот это уже никуда не деться. Ну, скажем, вот это будет у нас Фишер Куб и мельницу. Так. Все сверкает, все блестит. Плохо видно, где они тут можно вращать. Ну, так. Не сильно замешаем. Вряд ли это будет сложно собираться. Конечно, коллекционные вещицы. Раньше такого не видел, у меня такого не было. То есть, все по отдельности. Либо Фишер, либо Миррор, либо Твисти. А это все вместе. Ну, попробуем. Так. Это у нас Фишер. С чего бы тут начать? Верхний, кажется, был с нормальными центрами. Давайте с них начнем. Если это Фишер, то у него ребра должны быть все одинаковые. Поэтому их ставить, наверное, будет несложно. Вот как бы крест. Какие-то уголки сами встали. Ну, потому что уголки все одинаковые. Они в любом случае на свое место встают. Но мы видим центры. Центры здесь кривые. Их надо разворачивать. Сразу это сделаем, чтобы потом не грустить. Так. Хотя, вот, похоже, что правильно поставил. А на самом деле нет. Вот там зазорчик есть. Еще покручим. Ну, вот так вот, наверное, получше. Да. Так вот, гладенько и хорошо. С каждым так поступим. Так, нет, не он. Вроде бы он. Просто фактически на ощупь примеряем. Вроде хорошо. Так, вот у нас крест сделал все правильным. Ну, теперь собираем F2L. Мы видим пара. Так, встает хорошо. Ищем еще. Еще не находим. Ну, к примеру, вот. Вот такая вот. Сделаем три пиф-пафа. Смотрим, что получится. Ну, и все хорошо получилось. Так. Где тут уголок? Какой-нибудь еще. Так, уголки все по месту. Иначе придется ребро просто так ставить. И в отличие от обычного Fischer'а, вот я сейчас вот так вот ставлю. И хорошо. Ну, что-то мне кажется, если я сейчас вот так разобью. Ну, я попробую как трехходовку загнать. Да. Оно становится криво. А это значит, что ребра у нас несимметричны. И значит, псевдопаритет здесь отсутствует. То есть выгоняем и делаем как положено. То есть без псевдопаритетов. Ну, что ж. И это мы переживем. Так, ну, два слоя готовы. Что-то непонятное здесь нарисовалось. Давайте. Сделаем что-нибудь. Чтобы стало попроще. Так. Не с той стороны. А, у меня вот еще ребра не стоит на месте. Поэтому я сейчас его сломал. Так, давайте его поставим. Здесь получилась точка. Но я сделаю, наверное, два или три этапа. Фингертриксы. То, что-то фингертриксы. Допустим. Фингертриксы здесь не очень. Это похоже у нас на вертолет. Да? Ой, ойл. Сделаем его тоже аккуратно. Да, это был он. Вот мы на Т вышли. И сейчас должно что-то скипануть. Да. То есть мы собрали ойл. И поскольку все углы ребра симметричные, все одинаковые, головоломка сразу собирается. Ну и теперь с мельницей разберемся. Здесь должно быть не сильно сложнее. Так. Раз ребро. Два ребро. Три ребро. И четыре. Четыре ребра поставили. Так. Попробуем теперь пары какие-нибудь. Ну, к примеру, вот эта. Пара. Ставим. А. Поспешил. Центр не развернул. Надо сначала развернуть центры. Здесь все то же самое. Не так. Не так. Вроде бы вот так. Да. Гладенько. Следующий. Не то. Ну, как бы без опыта сборки, только на ощупь. Потом, возможно, их по каким-то характерным признакам можно и определять. Ну, пока я этого не знаю. Ну, вряд ли это та голомка, которую захочется там собирать сотнями. Так, время от времени. Ну, вот. Теперь вроде бы крест правильный. Вообще красивые головоломки. ДНА. Ну, 200 кубики. Так, вот я вижу пару. Поставлю ее сразу на место. Так. Вот эта пара. Да. Поставим на нее тоже. Угадал. Так. Нет, не угадал. Вот так. Вот так нормально. Так, третья пара стоит. Ищем четвертую. В глазах рябит от блеска. Достаточно комфортно крутятся все элементы, несмотря на то, что все угловатое такое. Ну, два слоя собраны. Видим здесь пропеллер. Попробуем его сделать. Так. Что-то где-то тут застряло. Вот. И все хорошо. Ну, опять же, собрали ОЛЛ. И вся головонка собралась. Забавные коллекционные твисты кубы. Фишер и Виндмил. Мельницы и Фишер. Красивые. Легко собираются. Подойдут для коллекции. Стоит недорого. Не жалею, что купил. То есть совмещает в себе трешку. Фишер и твисты куб. Вот этот. А этот трешку. Мельницу. И опять же, твисты куб. Ну, и еще миров. Коллекционные вещички. Вполне достойного качества. На этом все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.